Короткий и яркий путь Ее называли одной из самых красивых, талантливых, многообещающих и загадочных актрис постсоветского кино. Ей посчастливилось еще в старшем классе школы дебютировать в кино, а на четвертом курсе института попасть в труппу театр «Современник». В конце 80-х, начале 90-х Ирина Метлицкая стала одной из самых узнаваемых звезд экрана и театральной сцены. Но ее путь был прерван на взлете. Ей было отпущено лишь 35 лет жизни. Ирина Метлицкая училась в физмат-школе и об актерской карьере даже не мечтала. Но в выпускном классе ее судьбу решил случай. Однажды к ним в школу пришел режиссер Игорь Добролюбов, который искал актеров для своего нового фильма «Расписание на послезавтра». Так Ирина попала на съемочную площадку. После школы Метлицкая, как и планировала, поступила на физико-математический факультет Белорусского государственного университета. Но уже через год бросила учебу и уехала в Москву поступать в театральный вуз. Меня привлекает исследование элементарных частиц. Садись. Об этом периоде она позже рассказывала. Родители хотели, чтобы я была физиком. Я проучилась год, параллельно готовилась к театральной, потому что в 10 классе я снималась в своем первом фильме «Расписание на послезавтра». Я сбегала с уроков и пропадала на съемках, потому что там Даль, Терехова. И я заболела кинематографом. Теперь ясно, почему вы всегда вместе. А я думала, ты в нее влюблен. Он в меня влюблен. Я? Ты. Не может быть. Может быть, может быть. Мой папа тоже все открытия сделал с тетей Юлей. А женился на моей маме, потому что она красивая. Ребят, ребят. Для многих Метлицкая оставалась полной загадкой. Ее мать рассказывала, что после развода с отцом она с дочерью долгое время кочевала по съемным квартирам в разных концах города, из-за чего Ирина не успевала обзаводиться друзьями и росла достаточно замкнутой. Никто, даже близкие, не подозревали, что происходит у нее в душе. Однокурсница Ирина по театральному вузу вспоминала. Ирка была умной, но вовсе не сложной натурой. У всех нас в компании были прозвища. Иру величали метлой, но только за глаза. С мельчаков попасть под холодный душ ее глаз не находилось. Конечно, мальчишки ходили за ней толпами. Но близких подруг у Иры не было, да и кавалеров она предпочитала держать на расстоянии. В училище имени Щукина Ирина была одной из лучших студенток. И уже на четвертом курсе ее приняли в труппу театра «Современник», о чем молодые актеры могли только мечтать. Когда Олег Табаков впервые увидел метлитскую в театральной постановке, он был очарован. Она появилась на сцене и ушла. А у меня осталось впечатление, что я атом солнца проглотил. Роман Виктюк, задействовавший метлитскую в своих постановках «Лолита» и «Мадам Баттерфляй» восхищался. Вот у меня дома висят ее фотографии, и даже железный фотоаппарат сумел уловить ее невероятную нездешность. Она была отправлена из той реальности к нам, чтобы всегда напоминать «Есть рай, в котором не разговаривают, а поют». Она была удивительно музыкальной и каждую минуту излучала небесный свет. Актер Сергей Маковецкий, который был партнером Ирины в спектакле «Мадам Баттерфляй», говорил, что стал свидетелем рождения новой звезды. По его словам, зрители влюблялись в нее мгновенно, как только она появлялась на сцене. Ирина была очень светлым и жизнерадостным человеком. Ее коллега Лия Ахиджакова о ней говорила. Она очень рано созрела, как актриса. Ее все любили в театре. Она была легкая, блистательная, красивая и всегда улыбалась. Я никогда не видел ее мрачной, депрессивной, угрюмой. При ней забывалось, что жизнь трудна. Хотелось говорить, жизнь прекрасна. Она как-то умела все делать легко. И рожала легко, и кормила легко. И успевала семье всю себя отдать. И на репетицию прибежать. У нее было легкое дыхание. В современнике Метлицкая познакомилась с актером Сергеем Газаровым, который стал ее мужем. У пары родилось двое сыновей. При этом пауз в карьере актриса не делала. Казалось, к началу 90-х у нее было все. Успешная карьера в театре и в кино, востребованность и узнаваемость, семейное счастье, зрительская любовь. Но благополучие оказалось недолгим. Когда в 95-м году Ирина Метлицкая, воздушная и сияющая, вышла на сцену в качестве ведущей московского кинофестиваля, никто даже не догадывался о том, что у нее уже был страшный диагноз – острый лейкоз, рак крови. Ирина с привычной ей стойкостью никому ничего не сказала. Коллеги подкалывали. Поделись, на какой диете сидишь? Она отшучивалась, продолжала работать. Об этой тайне знали только самые близкие актрисы. Никто из коллег и поклонников не догадывался о том, какими сложными были ее последние годы. Она продолжала выходить на сцену, хотя с каждым разом это давалось ей ценой все больших усилий. Она должна была сыграть Анну Каренину в фильме Сергея Соловьева, но из-за финансовых проблем экранизацию пришлось отложить на несколько лет. И роль эта досталась Татьяне Друбич. Последней киноработой Метлицкой стала главной роль в фильме «Черная вуаль». Партнером актрисы вновь стал Сергей Маковецкий, который позже рассказывал. Ирина была весела, без тени утомления делала дубли. Только потом я понял, почему она так тщательно гримировалась, чтобы никому и в голову не пришло, что она нездорова. Она не хотела тревожить других своей болезнью, старалась остаться в памяти жизнерадостной и веселой. Ей это удалось, и тем отрезвляющей горши прозвучали на похоронах слова ее матери. «Если бы вы знали, как тяжело умирала моя дочь». Я не хочу. Ее супруг боролся за ее жизнь до последнего. Он нашел возможность отвезти ее в Париж, где была проведена операция. Страшная болезнь постепенно стирала Ирину. Она лишилась своих золотых волос, страшно похудела, потускнел взгляд. Остался только стальной характер. Перед смертью, уже не вставая с постели, Ирина попросила купить ей мороженого. «У тебя же еще пневмонии нет?» ответили близкие. Ирина посмотрела на них своим знаменитым ледяным взглядом и четко, хоть и с трудом, повторила. «Я хочу мороженого, чтоб мухой сгоняли». Лучшие европейские онкологи приложили все усилия, но спасти актрису не удалось. 5 июня 1997 года Ирина Метлицкая ушла из жизни не даже в 4 месяца до своего 36-летия. Сергей Газаров так и не нашел сил смириться с этой утратой. Может быть, ее можно было вылечить, но тогда я не знал такого способа. И сейчас не знаю. Для меня день ее смерти стал точкой моей жизни. Меня часто спрашивают, как я это пережил. Я не пережил. Это нельзя пережить. Это горе живет во мне. Меняет свою форму, проявление, но продолжает жить. Время не лечит. Мне не стало легче. Стало хуже. Но я пытаюсь бороться с этим ради сыновей. Они не должны начинать жизнь с отрицательного заряда. У них впереди большая жизнь. Ты счастлива? Ну, конечно. У меня замечательный муж. У меня двух детей. Ты счастлива? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok